Каникулы не время для отдыха, во всяком случае для юных журналистов. В 12-й раз в Ивановской области распахнула свои двери медиашкола. Открытый международный форум школьных СМИ прошел в стенах лицея номер 67. На этот раз за право называться лучшей школьной редакцией боролись 37 редколлегий и телестудий из разных уголков страны. И не только. Очень большая география. Беларуси из Лунинца, которые дистанционно участвуют в нашем конкурсе. А также к нам приехали в этом году из Выборга две команды и из Московской православной школы. Они будут участвовать в очном турнире прямо вместе с ребятами из Ивановской области. Не первый год форум школьных СМИ поддерживает региональное отделение Союза журналистов России. Сотрудники газет и телеканалов принимают участие в подготовке образовательной программы. Проводят мастер-классы, в ходе которых дают профессиональные советы. Они помогут подготовить ребятам качественные конкурсные материалы. Кроме того, Союз журналистов России оказывает помощь в выпуске итогового альманаха. Это очень важный и нужный сейчас проект, потому что поток информации возрастает с каждым годом. И медиаобразование для школьников превращается уже не в какое-то знание для избранных, а уже в насущную необходимость. По традиции форум проходит три дня. В первый день сразу после церемонии открытия участникам оглашают тему конкурсного задания «Единого для всех». На этот раз она звучит «Неизвестные профессии». Нам надо будет, конечно же, что-то снять, смонтировать. Мы очень надеемся, что это будет что-то интересное, веселое, наверное. Ну, и принесет нам какой-то опыт. Каждая из редакций в строго отведенное время должна выполнить конкурсное задание. Для этого ребята побывали в мастерских, познакомились с представителями редких профессий и рассказали о них в статьях и сюжетах. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.